Пающий крокодил, играющая лего-гитара и машина, выполняющая десятки манипуляций. Впервые в окружной столице стоялся региональный турнир по робототехнике «Робо-осень-2018». Он проходил среди учащихся образовательных учреждений, ринг, судьи, правила. Все как в настоящих единоборствах. О юных инженерах-конструкторах расскажет моя коллега Любовь Пермякова. Включай. В это трудно поверить, но такую машину, которая может совершать более десяти манипуляций и состоящей из тысячи мельчайших деталей, собрал семилетний Гриша Крайник. Мне папа купил лего-мерседес, я его сам собирал. И заняло где-то шесть дней, я собирал это лего. А кто помогал тебе? Никто. Я один собирал, а если я детальку потерял, папа немножко мне помогал. Сегодня лего-мерседес вместе с другими шедеврами робототехники, сделанными руками малышей, представлен на выставке в рамках турнира «Робо-осень-2018». Еще один юный инженер, девятилетний Арсений Мижорский, презентовал свои уникальные головоломки. Это цеповая головоломка, цепь это такая. А вот эти вот две, это уже посложнее. Вот это самое сложное, я считаю, а вот это не самое. А в чем ее сложность? Вот ты говоришь, та самая сложная. Вот эта? Да. Она вот так вот крутится, крутится, так ее очень долго надо собирать. Но ее можно собрать. Вот я ее разобрал, и ее собирать очень долго. Просто я один раз какую-то очень-очень маленькую простую собрал, потом это, в голову пришла идея сделать еще один раз такую же. И я решила посложнее сделать, и получилось. А для чего вот эти вот головоломки, что они развивают? Ну, ум, думаю, разбивают. Действительно, такие занятия развивают у детей мышление, моторику и практические навыки. Робототехник одновременно является инженером, программистом и кибернетиком. Должен иметь знания в области механики, теории, проектирования и управления автоматическими системами. Поэтому, чтобы стать квалифицированным специалистом в этой области, нужно иметь колоссальные знания и умения. И лучше, если они будут прививаться с детства. В Нинском округе площадкой для юных конструкторов стал Дюц-лидер. Мы сами понимаем, что за робототехникой, именно за программированием у нас будущее. Это у нас и промышленность, это сфера услуг. То есть, все от этого зависит. Вплоть до передвижения на автомобиле. Мы понимаем, что скоро уже появятся в обиходе у нас и беспилотные автомобили. Это направление молодое. Только с прошлого года у нас с середины ноября появились два педагога, которые работают у нас. Это Лапанович Александр Александрович и Ладыкин Сергей Юрьевич. Занятия в кружках идут у нас бесплатно. На кружках робототехники ребята младшего возраста занимаются лего-конструированием и блочным программированием. Робототехники постарше на конструкторах РОБО и ЭВА-3. Сегодняшний турнир – это своеобразная ярмарка умений, которые ребята приобрели за год. В конкурсной программе РОБО осени 2018 несколько площадок. Первая площадка – это сборка простых механизмов на скорость. Вторая – это сборка лего-виду и с программированием блочным. Третья площадка – это кегель-ринг непосредственно и четвертая езда по линиям. Кстати, основные правила кегель-ринга необходимо собрать и запрограммировать робота, который выталкивает кегли за пределы ринга. На этой площадке проходило испытание Алексея Куделин, который занимается кружком робототехники на базе четвертой школы. Нужно сначала собрать робота, подключить все датчики и моторы, а потом написать программу. Я писал программу по примерному образцу и подгонял ее под своего робота. Всего в робо-осени 2018 приняли участие более 70 окружных школьников. Оценивало юных конструкторов компетентное жюри. На каждой площадке определили трех победителей. Родители-участники соревнований надеются, что этот турнир станет традиционным.